Добрый вечер! Мы сегодня с вами говорим о Достоевском. И Достоевский это один из двух главных русских писателей 19 века. Все знают Толстого, все знают Достоевского. И всегда идет такое сравнение, спрашивают, ну, а вы кого любите больше, Толстого или Достоевского? И этот вопрос не праздный. Это не просто потому, что вот это два таких писателя, которые писали большие романы, хотя это тоже важно, и это не просто потому, что это два писателя, которые были, ну, так сказать, довольно долгое время современниками, хотя это тоже важно. Это важно потому, этот вопрос не праздный, что это противоположная картина мира, это противоположные концепции, это противоположные совершенно поэтики, это даже не полюсы, это такие вот вселенные, которые существовали рядом в русском культурном мире и чрезвычайно символично, что Достоевский и Толстой ни разу не встретились лично. Это вообще поразительный совершенно историко-культурный факт, его невозможно переоценить. В России не так было много городов и литературных центров, не так было много литературных журналов, это были два абсолютно, так сказать, люди с абсолютной литературной славой, и тот факт, что они не встретились лично, очень важен, потому что в некотором смысле им не о чем было говорить друг с другом. Это очень важно, потому что... Что такое Толстой? Толстой — это есть некоторое здание, это постройка, это архитектура, это писатель пытается нечто создать и показать огромность и прекрасность мира. У Достоевского вообще этого не существует. У него все начинается со взрыва, и это всегда разрушенное здание, и это всегда обломки. Если Толстой обустраивает мир и показывает в том числе его уют, и трагизм, и все что угодно, то у Достоевского вообще нету этой реальности. И поэтому, когда мы говорим о Достоевском, в некотором смысле он вообще выламывается из любых как бы рациональных каких-то представлений, потому что сюжеты его романов, их не так сложно пересказать, хотя некоторые сложно, рационально очень сложно, но их невозможно в себя вместить. Вот что происходит, например, в Евгении Онегине, понятно, герой нашего времени, понятно, но он там ездит, ничего не делает, но это понятно. В горе от ума, в мертвых душах, ясный совершенно сюжет, обломов. Что происходит в романе Толстого, тоже понятно. Происходит некоторая семейная драма или историческая там драма, и поступки людей, они объяснимы, и мы можем себя легко соотнести с этими поступками. Возникла страсть, человек влюбился, что делать? Он совершает один поступок, второй, общество как-то реагирует на это, война начинается. Это все можно себе представить, и мы можем понять, что происходит с человеком, мы можем себя туда вместе как бы вот встроить. Но что происходит в романах Достоевского, на самом деле представить нельзя. И поэтому моя сегодняшняя лекция называется «Плохие поступки хороших людей». Потому что люди у Достоевского в основном совершают преступления. Они, вообще-то говоря, находятся по ту сторону здравого смысла, они находятся по ту сторону рациональности, и они, вообще-то говоря, по ту сторону того, что мы можем назвать психическим или психологическим здоровьем. Все это уже начинается по ту сторону. В этом смысле очень интересный вопрос, а почему так Достоевский популярен? Это вообще что? Ну вот давайте обратимся уже к какой-то конкретике. Один из самых известных романов Достоевского, «Идиот». Благодаря экранизации многосерийной, современной, многие опять его перечитали, существует женщина, которую разыгрывают несколько мужчин. Существует ее любовник Тоцкий, существует женатый генерал Гепанчин, существует Рогожин, который претендует, существует Ганя Иволгин, за которого она должна выйти замуж в обмен на деньги, которые будут платить то ли один, то ли два любовника. И существует князь Мышкин. Это очень важно, что он еще к тому же импотент, который тоже на нее претендует. Каким-то невероятным образом. Я просто хочу сказать, что эта система образов, это такая вот расстановка сил одного из главных русских романов. Потому что там же проблема положительного героя, Достоевский говорил там «Князь Христос» и так далее. Это вообще, так говоря, начало, начало этого романа. Что происходит в романе «Бесы»? В романе «Бесы» существует младший Ставрогин, который имел отношение практически со всеми, интимное отношение со всеми женщинами этого романа. Он непонятно в какой момент врет, и вообще совершенно непонятно, что это за человек, но любопытно, что все его более или менее терпят. Я хочу сказать, что одного поступка Ставрогина или одной фразой князя Мышкина хватило бы Толстому для того, чтобы, вообще-то говоря, не рассматривать этого человека как своего персонажа. Потому что у Толстого есть люди, которые живут то, что называется обычной жизнью. И вот тут очень важно сказать, что значит обычная жизнь. Обычная жизнь – это не тогда, когда с человеком ничего не случается. Вообще-то с человеком случаются и болезни, и смерть, и разводы, и война, и ранения, и боль. Но обычная жизнь – это тогда, когда у вас есть система координат, и когда вы можете себя куда-то поместить. Мы прекрасно понимаем, вот кто-то едет в коляске, кто-то любуется природой. Это, конечно, все Толстой. Кто-то находится у себя в комнате, кто-то обедает. Это вот очень важно. Обед, трапеза – это все очень важно, потому что человек живет в этот момент. Он одевается, одежда сколько-то стоит. И вообще человек находится в социуме. Ничего этого нет у Достоевского. Ну, во-первых, даже те, кто помнит романа Достоевского, они с трудом могут себе представить, в какое время года это происходит. Ты что, там просто нет времени года? Ну, вот просто у меня сейчас к вам вопрос. Какое время года происходит преступление-наказание? Кто помнит преступление-наказание? Какое время года? Есть какие-нибудь идеи? Так, еще осень. Лето. Лето. Почему? Потому что душно. Душный Петербург. Да, потому что душный Петербург. Но никакой зелени там нету. Там есть упоминание про лето, потому что когда умирает Мармеладов, там жарко, тело не может долго ждать, оно там сразу начинает гнить и так далее. И даже в тот момент, когда там возникает некий дождь, этот дождь мы представить себе не можем. Толстой там просто дает себе возможность описывать дождь. У Достоевского никакого дождя самостоятельного не бывает. Далее. А где, собственно говоря, происходит действие у Достоевского? Это вообще какой топос? Какие-то затылые квартиры, какие-то комнаты, которые невозможно себе опять же представить. Это важный момент. Толстой, конечно, описывал некий там дворянский быт, и даже когда это был дворянский быт не начало 19 века, а второй половины 19 века, все равно это был некий размах. То есть есть, конечно, здесь связь вот этого, как бы опускания на другой экономический, социальный уровень. Но дело, конечно, не в экономике. А дело в том, что у нас просто нету этих комнат. Там комнаты похожи на гроб, там сказано, например. Или действие происходит все время в кабаках. Что это за кабаки? Сколько там сидит народу? Что это вообще за люди? Представить себе это невозможно, потому что никто не живет в уюте. Вообще для русской культуры слово уют – это вообще эксклюзив. Это вообще эксклюзив для русской культуры. Очень мало уюта в произведениях русской литературы. И это серьезная культурологическая проблема, потому что его либо нету, либо потом он начинает осуждаться по разным, так сказать, причинам. И не без помощи Достоевского, кстати говоря. Но какой там уют! Было бы хоть на что опереться! Там этого ничего нету! Люди непонятно, где живут и вообще как существуют. Непонятно, во что одеты. Они одеты как совершенно какие-то лохмотья. Они непонятно, на что живут там. Какая-то бесконечная нищета. Или есть огромное количество денег у Достоевского. И между этой бесконечной нищетой и огромным количеством денег можно поставить знак равенства. Потому что деньги там тоже никому не нужны. Вот пачка денег в романе Достоевского. Или, например, если есть наследство в романе Толстого. Что происходит с человеком, у которого есть деньги в романе Толстого? Ну понятно, что он, например, из безродного сына становится самым богатым женихом России. Но это понятно. Что хочет делать Чичиков, если у него есть деньги? Это тоже понятно. Можно их, окей, пропить. Но, по крайней мере, это рационально. Что происходит с пачкой денег в романах Достоевского? Они сразу летят в камин. Почему? Да потому что они не нужны. А почему они не нужны? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Но я просто хочу подвести вас к тому, что все как бы... Вот там, где мы ставим галочки, что мы живем, да? Одеваемся, едим, находимся где-то там, смотрим пейзаж, зарабатываем деньги. Всего этого нету. И вообще-то напрашивается вывод, что, конечно, герои Достоевского не живут в том смысле, в котором живут герои, я в кавычках беру это слово, обычных романов. Потому что они находятся в ситуации, когда... А вам не нужно этого ничего. Но если вам не нужна ни еда, ни деньги, ничего, то что вам нужно? И кто вы такие? И... 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 И...